Всем привет, с вами Пиксел и мы продолжаем играть в игру под названием Зубов. И всем не будем тестировать кролика на такой новой части карты, как музей. Обнова вышла только вчера, я кролика еще не успел потестить. Но я надеюсь, он там будет перепрыгивать через все, что там вообще находится. Ну потому что это будет имба. Это будет имба, если он это будет делать. Причем такая хорошенькая. У нас тут Брюс есть, нет лука у меня, к сожалению, пока что. Ах ты! Кстати, не достал я Брюса вот этим дабл-дроповиком. То ли он не успел кдшнуться, то ли что, не пойму. Никс за полсекунды забрал дроп, если что, ребят. Ну короче, ну почему один из стаджейд? Ну откуда она же была вверху? Ой, не дают мне боттестить музей, вообще не дают. Не дают прям вообще капец. Еще минус 8. Минус 8! Ой, блин. Боль, боль. Ладно, ничего страшного. Просто сейчас трэш из этого музея, все туда идут, блин. Вообще неадекватно там сейчас находиться вообще никак. Зачем я побежал за луками, если там были два серебряных дропа? Вопрос. И один забрал уже кто-то. И второй забрали, офигеть. А, ну мы же не будем страдать фигней, правильно? Давайте тоже дроп заберем. Ну, кстати, я 10 уровень был, против меня джейд 11-го. Взяла спокойно, разварила. Забираем аптечку. Пока что так, пока что отыгрываем по чуть-чуть. Особо не стараюсь, но надо две аптечки убить. Можно с Никсом разобраться здесь, повеселиться этим. Вот видели, да, как красиво можно промахиваться на Никсев Притул, да? Мне тоже очень-то все поразило. Офигенные промахи. Ладно, я хотел в музей, погнали, пока есть возможность. Видите, там, на Шелле у нас со стилькой прикольным. Ну, стилька как бы прикольная, да, она типа легендарная. Но, вот что-то в этих стилях не хватает. Легендарных, вот ладно, у Стива там прям вообще крутой стиль. Анимации, все дела. А вот, что у Черепахи, что у Брюса, ну они какие-то такие, ну пустоватые что ли. Что ли, ну это на мой взгляд такое. Я играю, короче. Да ну вы, ну, вот как он может это делать? Что это такое только что было? Он мне просто шотнул в звук ударов. Что это? Что случилось с кроликом? С каких пор он шотнул в звук ударов? Что за бред? Тем более черепахи, которые луком не попали. Не, он дробовиком не попал. И по ходу луком и копьем он потом не добил. В итоге, да? То есть за два он... Ну это просто смешно. Что с кроликом? С кроликом. Я тогда музей никогда не доберусь. А что я упал? Вот. Да ё... А вот, вроде бы же у меня эти сандалии святого, да? Ну конечно, конечно. Вот мне это бесит самое большее. То, что у всех разная скорость забора предметов. Ой, и разрабы про неё никому не говорят. То есть, ну вот, она есть, как бы, эта скорость, да? У каждого своя. Нет, чтобы написать, какая там скорость. Они этого не делают, почему? Чели, конечно. Да ну, вот я прикалываю сейчас. Я просто хочу взять дроб. Почему он был так сильно дамажен? Что с кроликом не так? У него полторы полоски хп. Это вообще нормально, на 10 уровне? Полторы полоски хп. Я сейчас вот не врубаюсь. У него всегда так было мало хп. Или... Или что? Блин, этот долбанный музей, я так и не почекаю. Из этих челиков в рандоме, которые неадекватные. Максимально неадекватные. Ну всё, музей закончился. Я даже туда пойти не могу. Ой, ладно. Следующий катку, пробуем зачекать музей. А два капкана почему-то валяется здесь. Вообще ботинки вот... Опять джейд бежит. Капец. Как надоело, а? Давайте попробуем забайтить, ребят. Не байтится, не байтится, к сожалению. Понравилось, да? Понравилось? Вот что это вы видели? Вот вы видели, как черепаха меня дал, да? Вот мне это взаимоотно больше удивило, ребят, честно говоря. Мне это очень... Да, блин. Черепахи, иди ты в одно место, а? Боже, он ещё без аптечки был, представляете? Без аптечки был. Ой. Но вот мне это удивляет. Я на кролики отпрыгиваю, а мне черепахи всё равно дают урон. Кстати, джейд интересно убежал, а нет? Легендарный лук, а я беру обычно золотой. Ещё горю в зоне из-за этого. Интересно, интересно. Кролик. Да боже ты мой, ну что же это за автоматический прыг? Оп. Не будем рисковать, так как говорится. Да, у нас есть одна аптечка всего лишь. И есть несколько противников. Интересно, мне видно было или нет? Ля-ля-ля, как... Ну... Так, юзанём это, юзанём это. Я, короче, отъехал, походу, да? О, боже мой, у меня нет слов, ребят. Как он мог до меня добежать? Я же на кролике играю. Просто челик играет с кофем. И без какого-либо выживает. Вот мне это удивляет. Уже неделя прошла, а челик до сих пор не вышел в топ-1000, да? Своим билдом. Ладно, погнали сейчас в зоопарк. Не будем тянуть время на этих всех нубасов, которые меня уже достали. Мешают просто играть. Я хотел сегодня потестировать кролика в зоопарке, как он будет себя показывать. Блин, посмотрите на дроп в зоопарке. Так, ну, главная сейчас вещь, это то, что перепрыгнет он здесь или нет. Отлично, он перепрыгивает. В принципе, идеально это всё получается у нас. Боже, у нас в узлов той сетап. Несколько секунд прошло. Здесь он тоже перепрыгивает. Здесь он перепрыгивает. Отлично. Так, здесь он перепрыгивает. Нет, это типа стена большая, которая идёт до потолка зоопарка, и через неё он перепрыгнуть не может. А вот ещё один челик. Ага, что там и кролик? Окей, ладно. То есть через эту штуку тоже перепрыгают. Давайте попробуем через толстую часть перепрыгнуть. Окей, работает. Вот кролик здесь вообще изи. Просто изи. Работает. Красота. Бот вообще в недоумении, куда идти. Что делать? Ну, кстати, как можно байкить будет легендарного бота, да? Прыг, скок, типа, гранату закинул, всё. Типа, геймплей, геймплей. Через глобус, наверное, тоже можно перепрыгнуть, скорее всего. А ну-ка, давайте. Зачекаем. Да, работает прыжок. Этот хочет сюда пройти. Ну, давайте посмотрим. Забайтим его, наверное, сейчас, нет? Там орел ещё что-то летает. На меня, кстати, хочет напасть. Забираем аптечку. Одну. Смотрите. О, я запылил, ребят. Я запылил очень сильно. Ну, да ладно. С орлом на короле очень просто играть, в принципе. В принципе, очень просто играть. Ну, вот смотрите, вот сейчас... Нет, на меня не попробовал залететь. Слабак. Я буду орла хейтить, ибо нефиг. Он просто текает от меня. Интересно, куда орел убежал? Ладно, мне нужна ещё одна аптечка, в принципе. Не, вообще, она мне не нужна, как бы. Ну, бас, просто, ну, бас. Ладно, отыгрываем. Этот, получается, он сейчас в текстурах находится? Да? Я его, типа, там не вижу. Окей, ладно. Кстати, хамеле он убежал, похоже. Правда, куда он убежал? Давайте зайдем в зоопарк, посмотрим. О, у нас, кстати, зона будет в зоопарке. Ну, блин, орла преимущество, то, что он просто взлетает, его не видно. Ещё один хамелеон, очень много хамелеонов здесь слазит. Всяких разных. Минус один. Шикарно. Минусанул я орла. Опять джейд 11 уровня. Иди нафиг, джейд. Орел, какого фига ты на меня нападаешь? Ты, блин, тупое животное. Ладно, и уходим, ребят, короче, отсюда. Если бы не никс, я бы развалил джейд, понимаете? Если бы не эти чилики, обойдёшься. Джейд здесь очень хитро играет в плане этого всего. Ага, сейчас, обойдёшься, блин, не в этот раз, нубас. Развалили мы этого нубаса, но джейд, как же он меня весит? Вот как же он меня весит тем, что ему всё это время везло? И теперь мы, наконец-то, его прищучили, так сказать. Но это было красиво. Это было красиво, всё-таки Кроник музея прям тащит жёстко. Вы это все видели, в принципе. Нереально причём тащит. Надо будет на нём ещё побольше там поиграть. Но, во-первых, у меня был с самого начала игры легендарный золотой дроп, да? Фул. Это такой один аспект очень важный, который, ну, много изменил в игре, я думаю. Если бы у меня не было, там, супер дропа в самом начале, то, наверное, прям так хорошо отыграть не получилось бы. Но! Суть в том, что я всё равно смог датащить, да? Как мне там странно мне казалось. Нормально всё получилось. Ну, в этот раз просто какой-то дичи не впарилась особенной. Ну, как игралась, так игралась, да? Ничего не было такого. Боже мой, не до черепах. Не до черепах. Просто. Слов нет. Ля-ля-ля, какой, а? Дерзкий. Челик, я ж тебя могу свалить спокойно. Ой, ладно. Минус сонул одного. Минус сонул другого. Лизик там. Вот это наглая Лизик. Сейчас будем её наказывать. И посмотрите, сейчас пойду на её сету. А нифига, Лизик, я не пойду сейчас. Ой, блин. Ребята, ребята. И всё это Лизик, представляете, да? Ну, басинки. Из-за этой, которая забрала мою аптечку и решила на меня ещё потом пострелять, да? Ибо нефиг. Больше ты это делать не будешь по этим роликам. Наглость. Наглость у Лизик, конечно, зашкаливает. Ну что, давайте ещё походим по музею, посмотрим, что тут есть. Красивенького. Давно тут не был, да? Так, ладно. Противников почему-то нет. Куда-то все ушли. Наверное, увидели меня в музее и всё-таки... Ой, нет. С кроликом мы там бегать не будем. У меня, кстати, подробно не хватает двух хороших. Прям золотых хотелось туда. Нет. Этого я больше хочу вынести. Ну почему, ребят? Ну почему? Ну вот скажите мне. Нет слов. Ненавижу черепаха. Да ну как, ну боже. Ну почему он так много дамажит? Ну что за бред? Хотя нет, это скорее всего у кролика просто бред. С тем, что у него очень мало хп. Смотрите, у черепаха на 10 уровне две полоски и там половину, да? У кролика одна. Одна полосочка. Это просто не словом... На кроле тяжело. Ты должен действовать как можно аккуратней. А челики просто тебя в притул дамажат и всё, и ты ничего не можешь сделать. А из-за у тебя есть дроб... Ну... Из дальнего оружия только лук, который не особо такой дальний прям. Вроде бы у кролика есть такой прям лютый буст. В плане того, что может там использовать дабл дробовик. Ну реально дабл дробовик, это же имба. Но по итогу ты ничего не можешь им сделать. Тебя просто шотают. Тебя просто шотают. Боже, какой же хамелеон у Матв, а? Что за дичь? Ну почему у него кофе, ребят? Ну... У меня не слов. У меня не слов. Почему у хамелеона кофе, а? Хотя многие с... На хамелеоне с кофе миграт. У меня такое ощущение, что они могут по-другому, знаете. Типа ну... Ну... Посмотрите на хп. Ну что это такое? Ага, сейчас. Видели, уже... Уже наловчился свои лапки. Ну, стрелять. Да ё-моё, ну почему мы... Ну боже, какой же гнида на хамелеоне. Ну мне просто не слов, ну... У меня просто, чтобы вы понимали, ребят, дробовик первого уровня. Ну, каменный. Я хамелеона не вижу, в этом проблема. Ну боже, ну... Короче, у меня нет слов. У меня нет слов. Вы видите, какой сейчас рандом, ребят, да? Какой сейчас рандом? Какие сейчас люди играют в этом рандоме? У меня просто нет слов. Если можете, ребят, хейтить хамелеона, по возможности. Ну, это не люди. На них играют это что-то. Они сделали такой класс в игре, который просто... Ну, он сам по себе вот прям весит конкретно. Ты стараешься отыгрывать на каждом персонаже адекватно. Ты делаешь всё, чтобы там заполучить какой-то там легендарный дроп, там аптечки, да? А этот просто приходит и забирает их. И ты ничего ему не можешь сделать. Ты не можешь его убить, не можешь его отогнать. Ничего не можешь. Ты просто стоишь и смотришь, как он забирает твои аптечки, да? А вот на меня сейчас орёл ещё агрится, если чё. Автоприцелом мне на Брюса идёт, конечно, урон. Я буду Брюса хейтить. Ну а чё мне делать? Этот гад забрал тогда мою аптечку. Он сейчас, конечно, попробует выбежать из кустов. Драться нечем, просто нечем драться сейчас. Орёл, кстати, забирает дроп. В итоге мой, да? Жизнь, боль. Чё, дробовика до сих пор нет вообще. Если чё, заметьте. Нашёл я дробовик хоть какой-то. Здесь бота вряд ли... Да, их тут нету просто. Тут орёл был. Ну всё, полутал. К сожалению. Ну, кстати, на скипе достаточно быстро музей пробегается. Ну ладно, мы хотя бы серебряный лук нашли. В отличие от того, что золотой забрал орёл. Опять же, с ботов, да? Были боты, я должен был с них забирать нормальный дроп. Потому что я их убивал. Ну, пришёл Брюс, забрал дроп. Потому что у скипика одна полоска хп. То есть... А нет, слушайте, орёл не забрал или что? Или что это? И он взял легендарный дроп, я не понимаю. Но тут вроде никого нету. А где все? Куда не делись? Чё за приколы? А печек нету, ничего нету. У меня одна полоска хп. Одна, одна полоска! Мне такое кажется, что... Ну, вместо сандалия святого на... Надо брать... Вместо сандалия святого надо брать на скипика этот... Как его? Сейчас. Вспомним. Надо брать... Как его? Как его? Как его? Косточку. Надо брать косточку. У меня такое ощущение. Почему? Потому что... Вот эту полоску хп, это капец просто. Да, блин. Тяжеловато. Тяжеловато против акула. Там что-то прыгает. Кстати, он пытался за меня задепаться. Хороший акул. Скилловый. Да почему? Ну, блин, знаете, как обидно было не в том, что я типа не смог убить его. А в том, что... Я, блин, на дробовик не смог попасть. Вот в чем прикол. Почему я не смог его убить? Надо привыкнуть просто к тому, что кролики скипи нужно сначала юзать дробовик, а потом все остальное. Ну, что-то для меня это тяжко. Для меня это тяжко. Мне сначала хочется лук заюзать. А, они там еще вместе играют? Ах, гады, а? У них тут геймплей двойной, да? Посмотрите, ребят, они, короче, объединились между собой, чтобы поиграть. Типа вместе. Понимаете, да? Проблема в том, что... Как вы заметили, на кролике скипить здесь... Нереально просто отыгрывать. Брюса убиваю, отлично. Одного этого урода убил. Вот реальные уроды, которые объединяются. Блин. Которые объединяются, не идут. Да ну, блин, ну почему, а? Ага, сейчас. Вот уроды, сейчас я их уничтожаю, ребят, короче. Они ответят за все. Сейчас у меня будет дабл дробовик. Эх, уничтожу. Уроды, просто уроды, ребята. Заметили, смотрите, раз... Не, пас, это Джейд и Карсмана. Вот этих двоих просто приоритет хейта. Видите, их сразу атакуете. Все, блин. Просто... У меня на таких ребят просто слов нет. Фу, как же бомбить, еще и Брюс с ними. Запомните этих всех троих. Не знаю, я просто Брюса Ник уже не видел. Кто увидел, тот... Ну, перемотайте, короче, запомните. И хейтите по-максимальному. Пусть эти гады вообще не выживут в этом рандоме никогда. Просто горит от этих людей, которые... Просто твой топ-1. Вот ты стараешься, играешь на топ-1, чтобы победить, да? А они просто такие, опа. А давайте-ка убьем его втроем. А почему нет? Просто горит. Ладно, ребятки, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Хейтите вот этих вот ребят, которые пеняются. Просто максимально во всех боях. Все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok